Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Партнер программы «Новости» – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапа. Регион. В студии Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Анапа снова в топе. В новогодние праздники наш город посетило рекордное количество гостей. Благословил и напутствовал на труды праведные. Владыка феогност в Анапе отслужил божественную литургию. Ураган добрался до Анапы. ЧП на улице Ленина. Начнем с официальной информации. Первое в наступившем году общегородское планерное совещание прошло в администрации города-курорта. Подробности в нашем сюжете. Открывая планерное совещание, глава Анапы Сергей Сергеев поблагодарил руководителей и сотрудников городских служб за работу в празднике. В эти дни обошлось без происшествий. Обращаясь к руководителям ресурсоснабжающих организаций, мэр напомнил, от них в немалой степени зависит качество жизни в нашем городе и порядок. Позиция губернатора Краснодарского края не потворствует самостроем. В чем выражается, знаете, да, я об этом три года вас стружку снимаю. Получил по суду право собственности, мы не спорим. Но пусть мне расскажут, каким образом можно включить воду, газ, электричество и так далее. А то, что они прячутся за людей, которым они продали квартиры, не имея разрешения на строительство, не имея земли с видом разрешенного использования, это действия, мягко говоря, носят противоправный характер. И пусть соответствующие органы разбираются в этом. И это относится не только к многоквартирному жилому фонду, но и к временным строениям, которые летом десятками появляются на пляжных территориях и в курортной зоне. Формат общегородских планерок отныне изменится. Они будут проходить один раз в месяц по утвержденным заранее темам. Анапа гостеприимная. В новогодние праздники наш город принял гостей из самых дальних уголков России и занял второе место в списке самых посещаемых курортов страны. Секрет успеха в нашем материале. 2016-й в Анапе встречали с небывалым размахом. По последним данным, на новогодние праздники Анапу посетило около 38 тысяч человек. По словам заместителя главы города курорта Анапа Людмила Терещенко, в этом году небывалый спрос на зимний отдых в Анапе. Разумеется, это оказывает большое влияние, что у нас на сегодняшний день политическая обстановка располагает на том, чтобы приезжали отдыхающие в наши регионы. Но тем не менее, в привлечении наших туристов проделана очень огромная работа, увеличивается качество обслуживания, сервис и все отдыхающие оставляют только положительные отзывы, и они всегда готовы вернуться к нам. География гостей города-курорта обширна. Буквально от Калининграда до Владивостока. В этом году в Анапе ожидается небывалый наплыв туристов, поэтому уже сейчас многие гостиницы и лечебницы стремятся выйти на новый уровень сервиса, чтобы соответствовать высоким требованиям зарубежных курортов и не разочаровывать своих постояльцев. В этом году перечень государственных услуг в сфере социальной защиты, предоставляемых через МФЦ, расширится. Госуслуги, предоставляемые по принципу одного окна, становятся все более востребованными среди жителей Краснодарского края. В прошлом году на Кубани через многофункциональные центры было предоставлено около 30 тысяч госуслуг в сфере соцзащиты. Самыми востребованными стали услуги по предоставлению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, а также назначение пособия гражданам, имеющим детей. Подробнее об этом в ближайших выпусках. И к другим новостям благословил, пожелал твердости духа и напутствовал на труды праведные. В Анапе отслужил Божественную Литургию епископ Новороссийский и Геленджикский Владыка Феагност. Его Преосвященство Владыка Феагност приехал поздравить православных Анапы с одним из главных праздников Русской Православной Церкви – Рождеством Христовым. На праздничную службу собрались прихожане Свято-Ануфриевского храма, гости города-курорта, учащиеся воскресной школы и кадетских классов – казаки. Глава Анапы Сергей Сергеев вместе с анапчанами встретил Владыку. Взрослые дети принимали главное таинство церкви – таинство Святого Причащения. Епископ Новороссийский и Геленджикский поздравил всех с праздником, пожелал быть твердым духом и благословил на труды праведные. Учащиеся воскресной школы Анапы спели рождественскую песню. Все дети в храме получили сладкие подарки. Непонятный для иностранцев, но такой родной для россиян – Старый Новый Год. Традиция отмечать этот праздник в России связана с прежними датами. Так, 13 и 14 января соответствуют 31 декабря и 1 января по старому стилю. Как собираются отмечать этот праздник анапчаней и что он для них значит, выясняла наша съемочная группа. Чисто вот так вот по-семейному и можно сказать, чтобы хорошую передачу посмотреть, поработать. Сам Новый Год вот этот, я считаю, что как бы, знаете, не понимаю я его. Не могу сказать, что это такой вот как Новый Год. Старый Новый Год – это просто то время вспомнить, когда переименовали эти две недели. Чуть-чуть отмечем, потому что если знаешь праздник, надо отметить же. Старый Новый Год – это уже давно, как бы сейчас никто этого не помнит, уже, наверное, все забыли, что это такое за праздник. Ну, в свою очередь, я чисто так же отмечу, как и всегда каждый Новый Год. Ну, кругу семьи и не очень так празднично, как Новый Год. Кругу семьи, конечно же. Тот же Новый Год, только старый Новый Год, по старинке, как говорится. Дай Бог здоровья всем, счастья, здоровья, любви, согласия всем. Это самое главное. Мы продолжаем рассказывать о победителях конкурса «Профессионализм. Достоинство. Честь». Сегодня наш рассказ о лучшем авиадиспетчере 2015 года. Вакансии на эту должность вы не найдете на сайтах по трудоустройству. Учитывая специфику работы, функции авиадиспетчера могут выполнять только люди со специальной подготовкой и высокой физической и эмоциональной выносливостью. Самообладание, устойчивость к стрессам, повышенное чувство ответственности, аналитический склад ума, хорошая оперативная память, крепкое здоровье и безукоризненное владение английским языком – главные качества хорошего диспетчера. В Таманском центре государственной корпорации по организации воздушного движения, находится который в Анапском аэропорту, старший авиадиспетчер Тибейкин признан в этом году специалистом экстракласса. Когда-то в своей жизни он создавал космические корабли. Окончив Академию гражданской авиации, оказался в команде специалистов, чей труд для обычного человека – чистый космос. В пик сезона за смену Олег Петрович управляет на взлете и посадке шестью десятками самолетов. Одновременно на радаре может быть их до десятка и больше. Это требовательный к себе и людям специалист, и чуткий регулировщик, умело разводящий самолеты по расстоянию и высоте, и обеспечивающий безопасность полета и оказывающий помощь пилотам. Вдумайтесь только в эту цифру. С января по сентябрь почти 13 тысячам самолетам и вертолетам. Большие скорости, время принятия решения диспетчера – секунды, буквально секунды. Но это при нормальной обстановке, а при нестандартных ситуациях, неисправностях на самолетах, пожар, отказ, нарушение прочности. И приходится диспетчеру с огромными усилиями, так сказать, нервными напряжениями и психологическими. И очищать воздушное пространство для приоритетного самолета. Взлетая, самолет проходит точки коридора, маркированные определенными названиями. Среди них – названная в честь авиадиспетчера Тибейкина. Точка Тибет останется в международных регламентах на все времена. На эту вершину профессия возвела человека, для которого за каждой движущейся точкой на радаре 200-300 жизней. И он отвечает за их безопасность от взлета и до посадки. В номинации за преданность профессии награжден Олег Петрович Тибейкин. Старший диспетчер Номанского центра – Государственной корпорации по организации воздушного движения. Снежный циклон, который сегодня пришел в центральную часть России, дал знать о себе и в Анапе. Но не снегом и понижением температуры, а усилением ветра. На улице Ленина порывами ветра повалило дерево, которое повредило припаркованные поблизости автомобили. Сушняк везде стоит, а такое ветрище. Вот, пожалуйста, результат. Деревья у нас тут старые, которые уже по 50-60 лет. Завершит выпуск прогноз погоды. В среду 13 января в Анапе пасмурно, дождь. Температура воздуха днем плюс 9-10, ночью до 8 градусов тепла. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 7 градусов. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2. Телефоны 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА